Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги Библия в иллюстрациях гравюры на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Притча о богаче и нищем Лазаре Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весом, и каждый день перечислил блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напиться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали с труппи его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лона Аврамова. Умер богач и похоронили его. И в Аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидев вдали Аврама и Лазаря на лоне его, и, возапив, сказал, «Отче Авраме, умилосердясь надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перца своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь пламени всем». Но Аврам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже добро твое в жизни твоей, а Лазарь – злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь, и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не приходят». Тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Аврам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче Авраме, но если кто из мертвых придет к ним, покается». Тогда Аврам сказал ему, «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Продолжение следует... Продолжение следует...